и включаем текст начинаем 130 псалом шерха молод мимо маки карате хааши слышите нормально из глубины и глубины из глубины тебе господи адунай шим а вы коли тигена вот ликоль таханунай вы меня слышите какой-то секундочку я слышу кроме того какой-то какой-то эхо сейчас нормально хорошо и так он говорит господи свой голос мой уши твои внимательных глаз умолений моих пока что все понятно не правда то есть мы после нескольких которые скорее были медитациями встречаемся прямо внутри того же самого сборника шериха молод встречаемся с текстом который является прямой молитвы им он от тишмор им аван от тишмор я адонай миямор если ты будешь хранить сказано замечать по-английски шутморк инквинитис и не кричит но это значит само в себе слово означает хранить если ты будешь их сохранять желательно что ты не сохранял наши все преступления что ты куда-то выбрасывал сказано если 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 преступление ты будешь хранить тишмор тишмор я это видимо ты будешь хранить господь адонай то есть мои господа не яма то устоит но имеется ввиду что нет людей без греха да и соответственно наша единственная надежда на то что господь не будет слишком слишком ну как бы сказать не могу придирать до придирать да да вот то есть мы ожидаем что он будет какие-то вещи 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 будет закрывать глаза или забывать и мх а с лиха потому что с тобою прощение лиман тивара чтобы тут очень такая замысловатая форма это пассивный залог от страха и чтобы чтобы тебя боялись довольно интересно да то есть в принципе наоборот его будут бояться если он не будет прощать но в каком-то смысле вот сейчас посмотрим комментарии на эту тему тоже вам интересно что говорят то есть прощение возможно имеется ввиду что если ты будешь вообще ничего не прощать уже некому будет перед того благоговеть все будут убиты как мы это увидели когда в пустыне так оно вроде да так и получается вот но можно грязь он неумолим то чего тогда благоговеть то не благоговеть но вот сейчас посмотрим я просто думаю что если он будет неумолим тогда нет но ну да может быть какой-нибудь другой вариант это 4 лиман тиваре давайте посмотрим что они тут говорят на все эти великие прекрасные люди им ха им ха слуха оно вошло в язык ну то есть я могу так сказать это означает прости пожалуйста все время языки им ха слуха для ты тебе надо себе надо просить а что почти вот и вот и вот и вот его он еще говорит нам следующее луна татар шут лишь лох лишь алиах ли слов и не дал право посланнику прощать интересно кто этот посланник до кафа машины и макмошины и марков сказано то есть иначе говоря раньше говорит посланник то есть какой-нибудь ангел допустим да тексте в этом насколько я упомнил или шмот говорится что теперь вот мой на мой посланник то есть мой ангел без какая-то моей поставить будете ли мы с вами идти и если вы будете грешить то у нас покоцает потому что что он не выдержит ваших как сказано лоиса он не будет не понесет он их да то есть он не простит ваших ваших преступлений и с этого он начинает то есть если речь идет про ангела то ангел он как бы такой с узким восприятием не совершаете грех он вас дает наказывать ну вот то есть это не знаю насколько вы помните когда мы учили книгу шмот это было много лет назад то есть в книге в книге как бы есть основание для некоторого дискурса но не очень понятно сколько этот дискурс существовал бы если бы текст был бы текстом от одного и того же автора но в сочетании различных авторов там возникают всякие пробелы смысла которые позволяют создать разные интересные философские теологические концепции и концепция которая там результате возникает какой-то момент господь говорит что вообще я с вами не пойду а я значит пошли там какого-то ангела что пришло очень плохие ну вот а муж если будет говорить нет если так то а может быть имеется ввиду что этот ангел этого синяя голоса муж и который будет вести народ играли а господь отказывается с ними вместить и им уже с этим не соглашается в конце концов он его очень долго это после после истории с салатом тельцом в конце концов он его как-то уговаривает чтобы он все-таки продолжался не митинг вот есть такая как бы не очень на самом деле ясно выраженная в самом тексте торы идея что господь идет с нами что он там присутствует она там есть но она вместе с тем недостаточно ясно с моей точки зрения там как бы не не однозначно получит хотя менее в традиции она кажется очень важно вот и раньше говорит раньше берет этот момент и его нам предъявляют то что что у нас есть текст который этому как бы противоречит что господь не сносит на посланник значит он или там ангел шалеох у него называют шалеохи хм посланник божий он не снесет ваших самых ваших грехов сейчас он скорее всего покажет что в этом как раз есть разница главным царем небесным и какими-то его чиновниками то что чиновник не снесет то царь может простить система не прощает на царь проще как это бывает системах законодательных тоже на ты есть возможность обратиться к высшей инстанции получить прощение это связано также с представлением о том что у бога есть две ипостаси одна ипостась выражается именем илугин другого ипостась выражается именем яглы и вот как раз илугин это мера суда а я в это мера милости и утверждается что если бы бог всегда нас судил по сумму по мере суда то мир не мог бы устоять и поэтому он являет к нам нам также свою свою лик милости опять же не то чтобы это вторик где бы то ни было было сказано второе рассуждение вообще не имеет никакой опоры в торе она скорее является попыткой более несколько более поздних теологов уже после талмуда вот немножко раньше чем талмуда объяснить почему существуют разные имена в разных текстах как мы с вами это видели и соответственно они придали этим именам значение суда и милости я пытался найти на кого-то не было опору для этого и не нашел то есть не видно чтобы господь под именем яглы был добрым и милостивым а под именем илугин был бы жестким и следующим буквы закона совершенно не видно никакого текста вообще мира вот но тем не менее вот такой способ традиции понимать эти два разных и вот ну давайте проговорим то что он тут говорит лиман тиваре ты чтобы они благовели перед тобой чтобы ты был блага 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 гай валяем аль зот шелон или адам поток аль слиха тахэ это я вообще не понимаю почему это он говорит потому что он все другое скажет у меня удивил он говорит поэтому да не будет человек уверен что другой его простит и все я редкий случай когда раши требуется в себе комментарии краши обычные генера и же так что его требуется комментировать здесь они очень могу понять у вас нет комментариев которые у меня есть и внизу как вот так который совпадает тем что ты говоришь что вы не понятно не знаю как у нас это были притрицар с арсен и у нас искусство церковь ну конечно нету ты есть и в натера интересов по дартинин хатан кашир Ну да, видимо, да, видимо, это оно и есть. Да, это то самое. Но это как бы напрашивается, да. Ким Ха Ха Сли Ха, потому что с тобою спасение, с тобою прощение, говорит Радак. То есть так объяснил мой отец, мой господин и отец. У Радакова его отец был его же и учителем, ну, по крайней мере, одним из них, да. А Эль Идбарах Натан Мимшала Ле Эль Йонин. Бог Благословенный дал господство верхним. Ле Эль Йонин, скорее всего, имеется в виду Анатова. Чтобы они делали то, чего он хочет на земле. Да, то есть он обыгрывает эту простую фразу, имха Ха Сли Ха, с тобою прощение. Но прощение они у них, а прощение у него. Да, ну, примерно то же самое, что я говорил, да, что ангелы, они, как такие жесткие чиновники, у них нет права прощать. А у Бога у него есть возможность прощать, как у Государя. Вообще, образ Бога небесный. Образ Бога – это образ небесного царя. В иудаизме почти всегда. Иногда, в зависимости от того, что мы ожидаем, что пишущие те или иные тексты ожидают от небесного царя, это все воплощается в их образе Бога. Что показывает, что они не думали трансцендентно о Боге, как о существе, которые находятся за пределами человеческой культуры. Возможно, что у них не было вообще этого представления. О том, что за пределами человеческой культуры может что бы то ни было существовать. Это не то, чтобы они в этом плане сильно отличались от всех остальных. Древнегреческие философы, начиная с шестого века, начали такие идеи всякие, конфидентные выдавать. Или, может быть, даже с седьмого века до нашей. Но в основном, по крайней мере, в еврейской традиции, поскольку другие я знаю, гораздо хуже. Бог является образом такого идеального императора. И, собственно говоря, я думаю, что до распада Римской империи, или до середины существования Римской империи, когда она стала превращаться в христианскую, все империи, они, собственно говоря, пытались создать такое божественное царство на земле, в котором император был бы вот таким, примерно такой облик, мир, который совершенно устроен, он полностью охвачен справедливыми законами, но также присутствует возможность милости даже для тех, кто эти законы нарушил, и так далее. То есть, в общем, вот такая картина мира как государственного устройства. За пределами государственного устройства, ни в сторону до того, как возникло государство, не разумеется, в сторону, ну, в наше время, когда, ну, там, люди изучают природу, там, всякие науки, которые не связаны с государством вообще никак, и пытаются представить государство уже вставленным в систему мышления, выходящую за рамки государства, ни в ту, ни в другую сторону, вот, традиция не выходит. Ни традиция, ни библейский текст. По примерам тому, например, это довольно интересная вещь, да? Ну, 6 тысяч лет существует мир, согласно согласно еврейской традиции, да? И это это не совсем, ну, там, мы можем, мы знаем, там, что мир существует 4 миллиарда лет, там, да, немножко больше и так далее, и как же так, такая маленькая цифра, но эта цифра, она не случайная. Это столько примерно существует государство. Это время, вот, это вот и есть срок, когда существует государственная культура, вот, то есть, цивилизация, которую мы сегодня имеем, она существует сколько лет? Словно говоря, они не представляют себе другого мира. То есть, они знали, что существуют дикари, и дикари появляются там в песне о Гильгамеша в виде энкиду, или там у нас в виде эсава, дикие люди, которые там в поле гоняются за животными, они знают, что существуют такие люди, и они им очень интересуются, но они для них не являются определяющими. Эсав не является первоначальным человеком. Первый человек Адам, он сразу же земледелец. Второй и третий человек, это Каин и Эдиль, это земледелец и скотовод. Это уже существование таких, вполне себе, общих, где люди не могут быть дикими, они не имеют систему. А эсав, он, в принципе, должен был, теоретически, находиться раньше. Но система, их мышление было такова, что ничего раньше не было. Это как бы, они все возникают, эти первоначальные люди, которыми они, безусловно, сталкивались, потому что вокруг были дикие племени. Но они их как бы пытаются вставить в текст, как какие-то... Они как бы в скобках находят. Скажем, Энкида, его боги создают уже, когда уже давно существует государство, специально, чтобы противопоставить его силу, силе Гильгамеша. То есть они его как бы создают после того, как мир уже давно существует, и именно существует государство в таком общественном состоянии таких вот довольно сложных, централизованных общин. Вот. Или, например, когда, значит, у нас начинается творение мира, то бог сотворит мир, изрекая все фразы «Да будет свет!» и так далее. Но никто не спрашивает никогда, когда бог сотворил тот язык, на котором он изрекал эти фразы. То есть язык не находится внутри творения. И никак к нему не пришлось, он просто не обсуждается. Он просто есть и все. Вот. Значит, ну вот так вот. Это я просто немножко отошел в сторону от того, что здесь происходит, то, что это все связано. Что образ бога – это образ царя. И в той степени, в которой царь является человеком неподчиненным закону и может делать все, что ему захочется, есть у нас тексты, где бог появляется именно в таком качестве. Например, когда в начале книги Шмуэля рассказывается о падении дома священника Ильи, чьи сыновья вели себя плохо. И там же прямо говорится, что они вели себя плохо, и Ильи не мог с ними ничего сделать, потому что Господь не хотел. То есть Господь решил уже, что с ними все покончено, и, по-веному, там священство перейдет к другому дому. И, в конце концов, они погибают, эти сыновья его. И ковчег завета, при котором они состояли, крадется, он уносится победившими филистинлянами в их филистинские города. И когда Илья об этом узнает, он говорит, он в яхве делает, что хочет. Не в плане осуждения, а в плане конституции фактов. Ничего нельзя сделать. Он так решил, он так сделал. Все. В более поздних текстах он становится, вот как мы здесь видим, Богом, который ограничивает свои решения милости, так сказать, ограничивает свою, вернее, сказать, у него уже появляется необходимость действовать по законам, но, соответственно, это же законы и смягчать своей милости. А уже в таламудический период они пытаются переосмыслить эту ситуацию так, и в постталамудический период, что Бог, в принципе, обязан Торе. То есть, он не может нарушать законы Торы вообще. То есть, в принципе, если совершаются очередные какие-то погромы, то раввины могут собраться и устроить раввинский суд, и если они решат, что преступления Израиля не были достойны этих погромов, то Господь должен обменить погромы. Такое было. То есть, были такие раввинские суды, которые решали, и, возможно, что после этого погромы прекращались. Я не знаю. Но это факт. То есть, как бы, вот это мы видим разное отношение к царю, поскольку большая часть истории древнего Израиля у евреев по-настоящему не было своего государства. То есть, у нас имеется некоторое не очень известное нам, не очень хорошо известный нам период существования царства Шауля, Давида, Соломона, который, мы не знаем, что там в реальности происходило. Но мы хорошо, более-менее, осведомлены о Израильском царстве, примерно, начиная с IX века до нашей эры, когда оно с IX до конца VIII было самостоятельным и серьезным государством. А все остальное время у нас государства не было. У нас довольно быстро Иудейское царство, когда оно поднялось, а Израильское царство, когда оно было разрушено, это все стало частью Асирийской империи. Уже в конце VIII-начале VII века они все превратились в части Сирийской империи, которая потом превратилась в часть Египетской империи на короткий срок, потом Гавилонской империи, потом Персидской империи. И так происходило до II века до н.э. когда случилось восстание Хашманиев и на сто с небольшим лет возникло Хашманиевское государство, которое, как вы знаете, тоже было потом превращено в часть Римской империи. И может быть то, что самостоятельности у нас серьезно не было, оно породило две таких мощных конструкции. То есть я думаю, что каким-то ассирийцам или вавилонянам, которых сами были вполне себя ощутимы империи, им не было необходимости создавать бога по образцу императора, создавать образ будущего Маршиаха, который придет и все исправит. Потому что в общем-то все оно прямо было в работе и либо получалось, либо не получалось реально действующих сузеренов, реальных императоров или реальных королей. А евреи перенесли в значительной степени в большей степени, чем другие. Понятно, что и у греков, у всех зевс царь на небе, который каким-то образом соответствует вмешивается в жизнь царей на земле. Но мне кажется, что в еврейской традиции это стало в большей степени всеобъемличем, потому что он не просто наш царь, он наш царь, который одновременно царь своего мира. В принципе, все люди, там, на сирийце, у них был бог Аршур, там, у Веланян был бог Мордук и так далее, которые, безусловно, были духовными двойниками империи где-то на небесах. но они вместе не думали, наверное, что Мордук и Ашур властвуют над землями, которыми не властвовали их подопечные, то есть ассирийцы и Ваголоня. они властвовали ровно над этими территориями. Евреи, поскольку эта мысль уже была оторвана от реальности, они могли передать ему старство над всем миром. Довольно интересно, как это постепенно происходит. Окей, мы поняли примерно, что здесь они имеют в виду, но дальше будет немножко сложнее, мне кажется. Вообще-то Псалом мне страшно нравится, очень красивый, и в нем есть какие-то вещи таинственные. Сейчас мы на пятом стихе, да? Ивити Гошем кивити Гошем кивта навши вели дворо гохалти. Это я вам скажу кое-что. Хотя это вот тот случай, когда язык совершенно понятный, это совсем никакой древней трудный для нас язык, но это написано каким-то очень интересным поэтическим тропом. Вот он переводит так «Надеюсь на Господа», хотя «на отсутствие» или «Кивити Гошем» и тут начинает вопрос «Я на тебя или я обращаюсь к тебе Гошем» значит «Кивит и кифта навши надеялась душа моя ули дворо гохалти» и на его то ли слово то ли дело я строчка начинается с обращения к нему «Я Господь надеялся, надеялась душа моя» а дальше вдруг раз получается все-таки что так часто бывает в псалмах но этого не бывает или почти не бывает в европейской поэзии переводить что меняется лицо в еврейской молитве это тоже часто происходит в еврейской начинается с второго лица а потом переходит в третье лицо в процессе меняется как я говорю с Богом и вот здесь тоже похоже такое что-то происходит не уверен что я могу это объяснить я надеялся Господи надеялась душа моя и на его имя здесь уже оказывается что это слово Господи как раз то что здесь на Господа и появляется это ли ли это как раз и есть предлог дателем в основном падежа кому чему его имени я его имени я стремлюсь уповаю почему имени у меня написано к его слову а к его делу да я ошибся неправильно его слову или его дело давар давар это слово и дело слов и вещь в хауте то есть я к нему стремляюсь или надеюсь на него на вшили адунай моя душа изменяет до слова я на слово адунай если является по-настоящему господь мишом рим лаву лабокер более чем стражи утренней утренней то есть больше чем более чем более утренних стражей там я перезвоню через полчасика у меня в руке хорошо ой слеха шапширу ранее кашир лай горки хапиша алло окей и дальше возникает еще такая тоже такого же рода странность такая как бы вольность поэтическая которую опять же очень трудно объяснить по-русски он переводит так душа моя ожидает господа более нежели стражи утра более нежели стражи утра то есть вы видите что более повторяется для того чтобы мы поняли более нежели стражи утра но и витязь учитывается дословно так душа моя господу или к господу не ожидает мне никакого ожидает а к господу от более чем этих самых утренних стражников утренних стражников утра то есть стражники ожидают утра что пойти домой и уже лечит непереводимо как интересно по-английски my soul waits for the Lord more than those who watch for the money yes more than those who watch по-английски что даже в английском переводе еще больше слов добавлено и разумеется все стало понятно но пропала вот эта вот зыбкость и красота текста меня меня знаешь как переведено my soul for the Lord among those longing for the dawn а среди тех которые ожидают да попытка по крайней мере поэтического тропа хотя это дальше дальше ближе мне кажется по смыслу не ближе а по ощущению ну вот так бывает обычно когда начинается хорошая поэзия то чем она лучше тем не труднее кривиться яхэль исраэль да уповает израиль пельяв веки ин яхде ахэсет 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 нормально уповает израиль на господа и господа милости и многое у него избавления в горбе ему бдут много у него избавления у него многое избавления здесь он подводит итог что израиль потому будет полагаться на господа надеяться у него ки им хашэм хэсет потому что с ним милость это как раз и есть любовь которая не ожидает причины делание другому добра ни за что просто так как бы беззаконная любовь не обусловливая здесь даже есть выражение я забыла как без ну про любовь по-русски беззаветная я не знаю я уже все языки перепугала я думала что это по-русски но это по-английски беззаветная интересно без 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 договора да нам там существует об себе на англичане да по-английски да есть такое рассуждение в литературе о том что любовь которая зависит от чего-то она долго не устоит а любовь который ни от чего не зависит она может стоять долго да грб ему вдух и у него много искуплений вверху и в д это израэль николь аваната и он искупит израиля от всех его грехов мы видим такой очень редкий случай да текста который совершенно в своей форме и не уходит от своей темы он начинает с темы того что надо надо или забывать наши грехи как бы не очень на них концентрироваться и отпускать их и и в конце концов он к этому возвращается окей давайте следующий прочтем Ширхма-Алот Ледовид это 131 да да Гошен ло-гава-либи можно иметь что Давид это говорит и что он говорит не узнавалось сердце мое и не поднимались мои глаза возносились мои очи и не вот тут интересно так сказать елахти елахти не существует такой формы в современном языке легалех по-моему не существует существует на самом деле давайте посмотрим что как они хотят ее приводить тут секунду получается сейчас я делаю а вот легалех вот тут как бы у нас есть форма галах то есть шел куда-то да шел или идет куда-то их тут очень много мы знаем формуле галех то есть заставить кого-то куда-то его отправить очень много вариантов но мы не видим так вот есть гид поэль легалех легалех значит там как бы прогуливаться перед богом да то есть ходить прохаживаться вот а вот тут есть отлично он говорит что в основном это поэтической речи и в поздних произведениях но он не говорит нам как-то переводить вот наш псалом как раз 131 милах ты но ничего нам не сказали по этому поводу то есть они не имеют что у него есть какое-то специальное особенное значение но конечно что оно все-таки есть потому что что-то имел ввиду именно тот согласовывал что это елахти а не халахти смысл какой строчка несложная да то есть я не он говорит я не входил великое для меня и не не досягает не ходить не не ходил а не входил а здесь как они переводят концерн не задуя концерн то есть я меня прошел то есть он не пытался войти в это как был глубоко вот то есть иначе говоря он не да он гордость или какая-нибудь там высоко поднимаемые глаза она здесь заключается в том что человек пытается прокомментировать что-то что выше может быть это кстати немного связано с тем о чем я раньше говорил что в общем-то вся система это система внутри внутри известного человеку общественной уже формации мира никто не выходит за пределы никто не пытается объяснить вопрос откуда взялся бог откуда взялся язык и так далее кто сотворил там воду и тьму и прочие вещи об этом довольно много они говорят в Талмуде возможно что это уже имеется ввиду здесь то есть возможно что это также ответ тем кто говорит а вот у вас учение такое не не серьезно но там всякие чудеса там ерунда всякая не объясняет куда что взялось и так далее это очень наивно а мы говорим ну а мы не настолько горды как вы чтобы пытаться эти вещи решать там сказали у нас есть традиция не верит возможно то что есть интересно да тут как бы не имеется ввиду что у него надменное сердце и возмеселить отче потому проявление этого в том что он высокомерен по отношению к ближней своему тоже в салмах очень часто обсуждают высокомерные типы вот и а я вот таким не был и поэтому Господь должен меня полюбить и вознаградить это здесь говорится именно о надменности ученых о надменности философов мыслителей которые которые могут задавать вопросы о природе Бога или что им лоши вити ведамамти разве я не уравнивал и не заставлял молчать души моей навши кегамуль алей и мо когда когда кегамуль а а а и мо это очень странная фраза он принимает так как дитя отнято около матери да вот я тоже думаю что скорее наоборот что он лежит на своей матери но дело то что лигмоль это значит отнимать но слово гамуль давайте глянем отношения подскажем потому что гамуль я в первых с этим сталкиваюсь я знаю этот глагол лигмоль одно из его значений это как раз отнимать от груди матери вот я ускакал вот она гамуль сейчас у меня курс коган сейчас я еще то есть но имеется что слово гамаль значит гамаль это кема так же это глагол гамаль ну в принципе это обычно причинять какое-то действительное он говорит белфоли адекват или то есть с кем то что-то делать лигмоль лигмоль хасадим хасадим это значит причинять кому-то добро делать кому-то добро это его основное значение также значение отрывать от груди матери жидко вин кстати по-английски вот как раз отнимать в груди матери ну вот я так и думал об этом вот и поэтому этот переводчик так это перевел еще есть райпен то есть быть созревшим да ну вот ну вот новоделка что гамуль это вот это уже получается существительное гамуль то есть либо отлученный либо либо может быть наоборот кормимый потому что он как раз получает все что ему надо это его мама да она как бы полностью охватывает ну существование рядом с мамой полностью охватывает все его все что ему надо потребность вот интересно переводчик английский говорит like wind wind child with his mother то есть отлученный но со своей матери то есть он уже английский перевод он совмещает обе возможности кегамуль алейна вши как дитя душа моя то есть моя душа как вот это дитя так да кегамуль алейна алей и мо как как этот дитя дитя на груди мать не на груди но можно сказать на груди матери кегамуль алей на вше как а это тоже очень интересно как 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 этот младенец то ли отлученный то ли неотлученный на мне моя душа алейна пшина мне моя душа как как младенец я думаю что как или иначе донат не слышите что алё пропали мы тут отваливались на некоторое время я понял это да все переключается да ну может быть имеется ввиду поскольку ребенка этого надо было успокаивать да потому что начинается с того не смирял ли я не успокаивал ли я душу моей как дитя отнятого от груди матери душа была во мне как дитя отнятой от груди да надо было успокаивать ее потому что там есть какой-то конфликт на который он отвечает что я не возношусь я не решаю для себя сложных сучкам материи да вот здесь он говорит что душа моя как как дитя отнятой от груди то есть гамуль все-таки это отделенный ребенок отделенный от груди то есть это скорее не образ покоя а образ беспокой беспокойство которое однако же но все равно он там на руках у матери хотя вот и на этом все заканчивается Яхель Исраэль Эль-Харшен да будет Израиль уповать на уповать на Господа на Атава Адулам значит отныне и вовек то есть видите что они на самых коротких псалмов у него перестройки всего лишь на все а может быть самый короткий там будет сейчас еще один такой же короткий будет но мы сегодня не будем читать не успеем в смысле что через один человек который будет длинный 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 а потом у которого три строчки и на этом все закончилось тоже очень интересно очень интересно здесь мы видим что что это некоторое размышление медитация и вместе с тем не есть сторона молитвы это обращение к Богу обращение но которое превращается в рассуждение то есть это не совсем мы видели немало псалмов вероятно более старых по времени написания которые являются просто инструментальной молитвы молитвы человека сидящего в тюрьме молитвы человек который приговоренного к смертной казни или приговоренного там потому что возможно неизлечимая болезнь всякие такие вещи и весь текст направлен ровно на это здесь мы видим что обращение к Богу есть но в общем-то здесь скорее теологическое размышление чем молитвы о том что не надо быть слишком умным нет не то что не надо быть слишком умным а не надо пытаться зайти за край наверное так ну да это тоже так вопрос где ты ставишь край это вообще такая мощная тема я не знаю рассказывал я читал в одном тексте не в одном историческом тексте о том как как мусульмане пытались пробиться хазаром и с ними договориться хазарское царство оно стояло у них на пути и оно было чрезвычайно важно для византии гораздо важнее чем Русь потому что оно перекрывало степь и когда этот дурак напомнит святослав кажется разрушила хазарское царство так весь этот ад на Русь и двинулся не всегда надо разрушать все что ты можешь разрушить а мусульмане тоже очень хотели добраться до хазари с ними договориться но уже не те мусульмане не те которые шли по степени тогда еще не были мусульманами набор религий а мусульмане максимально близкие к этому району они находились как раз в современной Турции но перейти туда было сложно потому что там был Кавказ и в общем там был какой-то исламский путешественник который какими-то обходными путями через Сибирь двигался чтобы добраться до хазаров и с ними там договориться и в конце концов он туда пришел не помню договорился или нет хазары самые частичные были мусульманами там интересное что он там в Сибири путешествия он написал несколько народов которые он по дороге встретил и в частности там был такой замечательный совершенно народ мне кажется что просто все должны вся интеллигенция все должна очень хорошо знать эту историю потому что как только там был какой-нибудь человек который начинал слишком много рассуждать его сразу же вешали на дереве то есть это был государственный такой принцип такой древний путинизм какой-то я бы сказал да то есть не древний это уже было такое относительно даже средневековье но там это просто так если ты начинаешь выпендриваться и всякая мудреная говорить его вешали на дереве и дальше спокойненько прекрасно жили и никто никому не мешал и тут тоже есть такой элемент что общество оно опасается любое общество оно уже устроено по какому-то набору принципов любые принципы даже если они вначале когда по нему общество первоначально строилось они со временем начинают обнаруживать либо что они не работают либо что они были изначально нелогичны и как бы опыт с одной стороны с другой стороны размышления могут их лишить их несомненности и государственная система она очень беспокоится по этому поводу как мы с вами хорошо знаем любая вот здесь мы видим что религия тоже опасается потому что и даже это не обязательно какие-нибудь там функционеры от религии опасаются сам к себе религиозный человек опасается он должен защищаться от какого приходит какой-нибудь греческий философ допустим этот текст мог быть написан в 3 веке до нашей греческими философами был уже полон весь мир они просто под каждым кустом сидели и проповедовали там неоплатонизм еще не неоплатонизм какой-то платонизм и так далее критиковали все вокруг поэтому их ненавидели все ну а как-то надо отвечать их же казнили Сократа отравили Платона почти отовсюду изгнали Пифагора изгнали а потом все-таки казнили его убили в общем там это вот такая система очень была жесткая жизнь потому что никто не любил философов именно поэтому потому что они своими вопросами разрушают то во что мы так уютно верим что создает нам возможность так классно существовать не обращая внимания на какие-то конфликты внутри нашего общества или нашей души вот и мне кажется это текстом как раз является таким лекарственным средством от сомнений такого да и красиво он очень красивый да я помню когда я был в Америке то я прошел там роман нашел какого-то раввина американского реформистского который писал очень любопытные романы в которых он разные главный герой у него такой раввин бизнесмен который на время он каббалист и он там в общем романтическая такая личность но в частности у него там встречается с каким-то своим учителем иудейским и говорит ну вот как же ты веришь что там книга веришь ли ты что книга цепь юцира книга творения есть такая книга она написана примерно в 6 веке новая по оценке ученых и понятно что раввин оба эти раввина беседующие они в курсе того что с точки зрения науки да и в общем-то не надо быть особенным ученым что она написана относительно времена Толмода а он говорит ну и как ты справляешься ты веришь что она была написана а традиции говорят что она ее написала в раун так ни с тобой на секундочку то есть Авраам Авину в каком-то 18 веке до нашей эры взял и написал книгу которая совершенно является средневековым произведением по всем характеристикам но это для нас легко потому что у нас фактически весь тонав каким образом переадресован людям которые жили на 1000 лет на 500 лет раньше ну может быть конечно сэфференцира в этом плане скакнул дальше других но тем не менее и что он отвечает ему его старый учитель кто я такой чтобы отвечать на этот вопрос мои учителя мне сказали что Авраам написал ну я об этом как бы я принимаю да вот так вот это ровно об этом ровно об этом окей значит ну все мы остаемся пока что на этом времени и дальше нет 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 на следующей неделе мы уже сегодня же перейдем на новую мы вчера у нас был на новую на новую Продолжение следует...